Это город Эс, меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Сегодня в нашей студии человек, которого особо представлять, наверное, даже и не надо. Это человек-оркестр Сергей Войтенко. Ну, если вдруг, случайно, вы не слышали, то это музыкант, композитор, заслуженный артист Российской Федерации, депутат Самарской губернской думы. Доброго дня! Доброго дня! Человек-пароход, да. Знаете, может быть, очень штампованная фраза «человек-оркестр», но мне кажется, что она вот очень ярко отражает то, что в вашей жизни это огромная общественная работа, огромная патриотическая работа, творчество, семья. Ну, и это вообще далеко не все еще, то, что я перечисляю. Далеко не все. А сколько? Я могу бы сам не все вспомнить. Я только что буквально сейчас приехал к вам из Академии культуры, где там собрались на целую неделю студенты с Поволжи, студенты-музыканты. Они там делают оркестр сводный, они будут вот в конце недели играть. И у них каждый день какие-то свои мастер-классы. Я вот сейчас как раз говорил про продюсирование, то есть про то, как музыканту быть еще чуть-чуть больше, чуть шире, чем музыкант. Потому что современный музыкант – это сам себе пиарщик, сам себе менеджер, сам себе СММщик, сам себе продюсер и так далее. Ну, кстати, как и во многих областях сегодня вообще нужно много компетенции иметь, иначе опоздаешь. Даже вот несмотря на то, что мы сейчас находимся на телевидении, по сути, сейчас у каждого в кармане свое собственное телевидение. То есть вот телефон, соцсети, и ты сам себе свой репортер, сам себе телевидение. Вы ведете, наверное, там в кармане тихонько прямой эфир еще параллельно, да? Да, да, они сейчас. Я хотела спросить, сколько часов в ваших сутках? Ух, хороший вопрос. Хотелось бы 48, но всего лишь 24. Потому что действительно объем такой, что, ну, а человек же еще когда-то спать должен. Ну, это да. Спите? Бывает. Хорошо. Сергей, вот музыкант, композитор, певец в вашем личном рейтинге как это градируется? Кто сначала, кто далее? Ну, я все-таки себя как артиста считаю. Это первая моя стезя и первое мое амплуа, которое я несу в мир. Мне этого больше хочется. То есть я хочу выступать на сцене, я хочу петь, я хочу, ну, играть, я хочу быть артистом. Второе – это, наверное, композиторство. Третье – это уже продюсирование каких-то проектов, фестивалей, музыкальных проектов, кино, театров и так далее. Это уже третье по рангу. Общественная деятельность, я бы не ставил, как бы, общественную деятельность, политическую, в ряд с творческой. Творческое – это одно, все остальное – это остальное. Поэтому общественная деятельность в другом… Чуть-чуть поменьше. Нет, она является тоже первое место, а потом политическая деятельность. Вы знаете, я все-таки начала бы с темы патриотизма наш разговор, потому что это вот на сегодняшний день настолько актуальная тема от нашего… От того, насколько мы патриотичны и едины, зависит не просто настоящее, а будущее страны. Это вот не пустые слова, да. В вашем творчестве, особенно последние, как мне показалось, годы, появилось очень много песен, которые стали такими, во-первых, шлягерами, очень известными. В хорошем смысле слова – шлягерами, да. В них вшит такой какой-то некий кодекс чести и очень мощный отклик патриотизма от этих песен. Они как-то… Вот как вообще это все пришлось? На самом деле писать песни такого плана я начал еще в 2014 году. Люди начали замечать только сейчас. Почему? Потому что просто общая тенденция сейчас немножко такая повернулась, развернулась общественное сознание немножко в другую сторону. Вот. А так песен я писал давно уже и много именно про человеческие ценности, про маму, папу, родину, дружбу. Вот. И мои песни Денис Майданов поет, Лев Лещенко, Шафутинский, Таиси Павали, Сережа Волчкова, Марина Девятого, хор Александрова, ансамбль Росгвардии, кубанский казачий хор. Много очень артистов, которые поют мои песни. Вот. Но в последнее время, да, оно просто тренд такой. Направление, которое стало озвучено, стало на половую, стало на виду. Хотя еще даже два года назад, вот те же самые патриотические концерты, которые мы сейчас организовываем, на них вот сейчас приходит огромное количество людей. И даже не хватает мест в зале. А два года назад даже, даже два года назад пытались такие же концерты создавать. На что, собственно, многие организаторы на местах говорили, вы что, вы не соберете людей, это неинтересно, это скучно и так далее. Общественное сознание поменялось. Это очень здорово. Мы начали смотреть на себя по-другому. Мы стали другой страной, становимся мы. Точнее, не то, что другой страной, мы возвращаемся к себе же. К себе самим, которым мы были раньше. Советский Союз всегда был созидателем. И человек советский, это особая нация, скажем так, да? То есть, потому что Советский Союз — это многонациональная страна, так же, как и Россия. Но человек советский был всегда созидателем. То есть, куда он не приходил, он строил. 30 лет назад нас начали потихонечку по западной методичке разваливать, разъедать изнутри, переформатировать наш мозг у тех, кто уже живет, и закладывать новые, абсолютно чуждые нам идеалы тем, кто только рождается. Поэтому мы получили поколение, которое воспитывалось вот в этот самый период, с которыми нужно работать. С нами тоже нужно работать, потому что нам тоже много чего перепрошили. Но, слава богу, у нас есть хорошая закалка, основа, которую нам дали еще в Советском Союзе. Мы знаем, что такое Родина. Мы знаем, что такое любовь к Родине. Это и есть патриотизм. Мы знаем, что такое собирать металлолом, что такое макулатура, что такое перевезти бабушку через дорогу. Мы знаем, что такое за идею пойти и что-то сделать. Современное поколение, и в том числе и мы стали такие, что мы стали потребителями, мы теперь уже делаем что-то, а сколько нам за это платить? То есть, такой вопрос возникает. Поэтому, ну, это было, да? То есть, это было и еще остается. Но, слава богу, наш президент пошел на опережение, и СВО началось полтора года назад, даже чуть побольше. Если бы мы еще подождали, если бы мы еще 3-5 лет посидели бы, не знаю, как бы там была военная история, ситуация, но если бы мы страну не стали вот так вот сейчас вот переформатировать, как это происходит последние пару лет, мы бы просто потеряли страну. Потому что наше поколение, оно бы чуть-чуть бы еще стало взрослее, а то, которое молодое, оно бы стало посильнее. А поскольку у них направленность немножко другая, оттуда, с запада, то есть, получается, когда начали разваливать нашу великую державу, куда, прежде всего, пришло это все, вот эта гадость вся вот эту, в культуру, в образование, в медицину, везде. То есть, ну, практически во все структуры странные, во всей индустрии, во все, что у нас только есть, начало вот это вот литься вот то, то, что они называют западными ценностями, то, что мы схавали, что называется, потому что это было в красивой цветной обертке, в виде сникерсов, я не знаю, ножек Буша и так далее. Да много чего. А для вас-то когда стало важно? Для меня всегда это было важно, важно любить Родину, но у нас таких же немного было. Это сейчас нас больше стало таких, которые за Родину, за любовь к Родине и так далее. Ну, опять же, когда ты с этим живешь всю жизнь, то, ну, это честно. А когда ты видишь, как люди, которые жили по одним принципам, потом перебываются и начинают по-другому рассуждать, возможно, они действительно начинают так думать. Ну, может быть, они насовсем уже перебываются. Может быть, может быть. Это здорово, если человек начинает переосмысливать, и начинает раскаиваться в том, что он был не такой. Дай бог, дай бог, что так было. Какая дорожка привела вас в зону СВО? Сколько раз уже вы там побывали? Собственно, я так понимаю, это даже ваше личное желание было ездить с концертами, да? Конечно, личное. Ну, плюс еще есть же задачи партии, задачи правительства, задачи администрации президента, задачи Министерства обороны. Вот, поэтому и по линии Министерства обороны, по линии администрации президента, по линии нашего губернатора и нашего правительства. То есть много-много очень было выездов и за ленточку, и в окопах, и непосредственно работа. Буквально, вот я недавно вернулся тоже, это было 27 сентября, прямо в преддверии праздника воссоединения России со своими исконными русскими территориями. Мы там были, мы были в Снежном, мы были в Торезе, мы были на шахте, мы работали с людьми. Они, ну что значит работали, там, получается, что ты же с большой земли приехал, они очень радуются этому. И любое присутствие нас там, оно дает им уверенность в том, что они не одинокие и их поддерживают. Их уже никуда, скажем так, не отдадут, не отпустят и не дадут в обиду. Потому что они нас называют старшими братьями. Да? Да, дончане называют нас старшими братьями, люди Донбасса. Вы им нужны вот эти концерты? Как вы чувствуете? Какой отклик? Очень, очень. Молодежи много. Понятно, что молодежи много, причем потому что все мужики на фронте, очень много женщин, очень много молодежи, именно вот мальчиков и девочек. Воспринимают все на ура. Другие люди, они немножко, они даже родину любят по-другому. Они более ожесточенные, любят то, что у них было что терять. Острее, наверное. Они теряли, а острее, да. Вот именно острее у них как-то другая любовь. Она прям вот такая, как с зубами, что называется, с клыками. То есть любовь настоящая. Прям вот, как тут недавно один политик украинский сказал, я, говорит, не собираюсь умирать за страны, я собираюсь жить за страну. Это гораздо сложнее. Ну, мы знаем о ком, да, да. Вот, поэтому как раз вот те люди, они готовы умереть за страну. Это же здорово. Ну, не в том, что в плане, что кто-то за них, кто-то из них должен умирать, а в том плане, какое у них отношение к родине. То есть я готов рубашку порвать, я готов умереть за страну, я готов за свою страну жизнь отдать. Вот как это было, как нас учили в Советском Союзе. Орленок, орленок, взлети выше солнца, за собой, затми белый свет. Понимаете, какие слова были в песнях. И сейчас это возвращается. И сейчас я песни пишу тоже такие со своими соавторами, чтобы в каждой песне была такая мысль, которая бы, вот, зародилась бы нашей молодежи, вот, упало бы это зернышко им в голову. И там начало прорастать правильно, правильными мыслями, любовью к родине, любовью к всему окружающему. Я, наверное, странный вопрос сейчас вам задам. А как вы считаете, кому вот эти концерты важнее им или вам лично? Для кого? И нам, и им. Вот у вас как-то это, что-то у вас внутри изменилось после того, как вы начали ездить? Я нам имею в виду, именно нас, россиян. Ну, безусловно. У меня прям вот большое желание, вот, хотя бы даже на денечек, чтобы каждый туда съездил, просто пообщался с этими людьми. Не с теми, которые в ПВРах у нас здесь, которые приехали оттуда, испугавшись. А те, которые там остались и живут под бандбежкой, для них это стандартная ситуация, они даже их не передергивают. Ну, дети, понятно, они, у них уже привычка, что называется, под парты залезать и там на пол прыгать, потому что это безопасность. Вот, а так люди живут, они, у них там ухает, бахает, для них это обыденность. Но правда, то, что они говорят, мы устали. Устали уже от этого всего, потому что, ну, уже 9 лет. Я хочу сейчас все-таки оттуда уйти, да, немножечко от этой темы отвернуть. И для того, чтобы перейти к другой, давайте мы сначала посмотрим сюжет, который у нас есть. Сюжет прошлогодний, но он нам нужен для того, чтобы мы продолжили разговор. Дорогие друзья, сейчас наступает самый волнительный момент нашего фестиваля, когда мы узнаем имена лауреатов суперфинала Всероссийского фестиваля «Душа Баяна». Всего 11 номинаций. Сейчас первый суперфинал. То есть мы 4 года отбирали талантов по всей стране. И только сегодня мы собрались для того, чтобы увидеть всех талантов, самый лучший коллектив фестивалистов со всей страны. То есть они там получили первый премьер. И сюда съехались для того, чтобы еще побороться за главный приз, за гран-при. У нас фестиваль – это не обязательно только инструментальное искусство. Это и вокальное, и хореографическое, и театральное искусство. И цирковое, и художественное слово, и частушка, и оркестры, и хоры, и солисты. Очень много-много всевозможных взаимодействий с баяном, с аккордином, с гармонией, которые можно сделать. Подобные музыкальные фестивали нужно устраивать как можно чаще, во всех регионах. И просто давать большие гастроли от Калининграда до Владивостока, собственно, как раскинулся вот этот фестиваль «Душа баяна». Ведь, ну, судите сами, ну какая песня без баяна на Руси? Какая «Волга» без Руси? Какая ж песня без баян, какая ж ссорька без росы? Казачье око глядит далеко, казачья шажка. Гран-при! Главный приз Всероссийского фестиваля «Душа баяна» – концертный баян. Образцовый ансамбль народной песни «Калинка» – город Севастополь! Мы любим русский наш баян, Россия! Родина баяна! Пуста баяна! Пуста в Россию! Мы продолжаем разговор с Сергеем Войтенко, музыкантом, композитором, депутатом Самарской губернской думы. И вот сейчас показали сюжет, чтобы освежить память зрителей наших. Почему? Потому что прошел год, но грядет новая душа баяна. Идет. Ну вот, только что, как мне показалось, только что закончился отбор заявок. И что в этом году все-таки вот, какие будут изменения по сравнению с прошлым годом. И, наверное, прежде всего, душа баяна – это ведь не только про баян. Не только про баян. У нас могут участвовать и танцоры, и театралы, и чтецы, и инструменталисты, и вокалисты, и циркачи. Кто угодно. Главное, чтобы в номере был присутствовал баян, аккордеон, либо гармоник. Это может быть физическое присутствие, либо в виде образа, либо в виде тематики. Например, стихотворение можно про баяна прочитать. А, то есть даже поставить рядом с собой баяны? Да. Можно прочитать протерки на стихотворении. Это тоже хорошо. Тоже к нам. И мы, кстати, таким образом восстанавливаем жанр литературного чтения. То есть художественного чтения. Это же жанр забытый. А классно в концертах очень, знаете, как здорово это все смотрится. Когда у тебя вышел вокалист или там коллектив, потом хореографы, потом цирк, потом кто-то прочитал. Ну, диверсисмент такой. Как в советское время, помните? Концерты же раньше такие были. То есть заявки такие и есть в этом году. Огромное количество. Вот все это будет. В этом году я сейчас хочу всем сказать, что если кто-то еще не успел, могут подать заявки. Ну, у нас это в пяти федеральных округах. В трех федеральных округах мы уже завершили прием заявок. Это Южный, Северокавказский и Уральский. А вот в Центральном и Северо-Западном федеральном округе мы еще принимаем заявки. Это в этом году. В следующем году у нас будет Поволжский федеральный округ, Сибирский, Дальневосточный. У вас уже планы на год вперед. Республика Крым и новые территории, да. И в следующем году будет суперфинал и галоконцерт. То есть он у нас идет два года как бы. То есть мы один год отбираем, пять федеральных округов, и следующий год оставшуюся часть страны тоже отсматриваем. И потом самых-самых лучших мы уже собираем. Либо в Самаре также соберем, либо в Кремле. Ну, это же колоссальнейшая работа. Ну, конечно. Это огромное количество. Ну, а зато интересная какая. Это же, не представляете, какие таланты у нас есть. Просто такие детки. У нас самый маленький был, три годика. Самому взрослому, 92. И любители часто выиграют у профессионалов. Дети у взрослых. У нас нет градации. То есть мы не делим никого. Просто вот самое главное, чтобы это был артист. Выходит на сцену, мурашки пошли, учили ружей. Зрители, которые сидят, захлопали, браво, закричали. Оно. То есть пролоббировать нельзя чего-то? Невозможно. Ничего не купишь. Потому что это сразу видно. Если это артист, если это яркий концертный номер, у тебя мурашки. А мурашки ты же ничем не купишь. Все-таки вот вы сказали, уже все идет, началось. Что вы увидели по этому году именно? Все-таки оно же по нарастающей все равно, фестиваль идет каждый год. Он как-то будет отличаться от того, что уже было? У нас, во-первых, мы новую категорию ввели. Это театр малых форм. Потому что мы видели, что у нас есть категория творческий номер. И туда, то есть у нас если есть художественное чтение, то это, грубо говоря, прочитать стихотворение. Ну а у нас были такие заявки, где пьесы были такие маленькие, на 5-7 минут. Целый спектакль. Куда это отнести? В творческий номер. А там же в творческом номере, например, хор с хореографией и с инструментальным. То есть жанр перемешанный. Поэтому мы решили отделить отдельно, как театр малых форм. Поэтому у нас вот сейчас тоже есть заявки театра малых форм. И плюс еще у нас одна категория новая появилась. Это легенды баяна. То есть в каждом регионе мы будем поднимать историю и делать, награждать, видимо, тех, кого... Родственников тех людей, которые стали легендами в свое время. Ну и ныне живущих, в том числе. Интернет дает две версии, что это фестиваль международный и что это фестиваль всероссийский. Где правда? Там вот в чем путаница. Из-за того, что у Сергея Ивановича фантазий мало, вот, он назвал два конкурса одинакового. Один «Виват Баян», другой «Душа Баяна». Да, здесь вообще сложно. Поэтому «Виват Баян», чтобы вы понимали, «Виват Баян» — это конкурс, международный конкурс. Это профессиональный конкурс. Там только профессионалы участвуют. То есть там приезжают такие прям академисты, которые играют сугубо академическую, ну, и эстрадную музыку в том числе. А вот «Душа Баяна», «Душа Баяна» — это всероссийский фестиваль любителей самодетельных коллективов. Вот в этом разница. А вот судя по тому, как меняется выражение вашего лица, вот вам про душу как-то теплее, да? Да нет, это оба моих ребенка. И, кстати, «Виват Баян» ему 21 год, моему старшему 21 год, сыну Святославу. Уже 21. Да. А «Душа Баяна» ей 5 лет, этому фестивалю, и моему младшему 5 лет. Вы специально? Так сложилось. Я где-то читала, что вы, ваше утверждение, что возрождение и сохранение исполнительских народных традиций в многонациональной стране нашей — это вот прям первостепенная задача. Почему? Да потому что. Потому что это наш фундамент. Любая нация может называться только тогда нацией, когда у нее есть корни. Когда мы можем опереться на национальные традиции, национальную культуру. Вы представляете, если бы мы, например, с вами видели такую историю. Например, там, армяне, грузины, таджики, я не знаю, казахи, мордва, чуваши, русские, украинцы, белорусы. И у всех нет никаких отличительных... у всех одинаковые костюмы, у всех одинаковые песни, одинаковые танцы. Тогда где здесь разнообразие национальных культур? Где здесь тогда вот тот самый культурный код, который заложен в каждой нации, в каждой национальности, есть что-то свое. И вот в этом своем, то есть и вот это многообразие вот этого каждого своего, как у меня есть песня, небо Родины у каждого свое, и у каждого на всех оно одно. То есть небо Родины у каждого свое, но оно все равно общее. Поэтому вот наша страна, она тем и сильна, что она многонациональна, и то, что мы всегда сохраняли нашу многонациональность, нашу многогранность и уникальность. И вот это пытались убить. И до сих пор пытаются, но мы не дадим. Они сейчас закрылись от нас, и пусть там у себя пытаются. У нас уже больше не надо тут ничего делать. Мы сами разберемся со своей страной, мы знаем, как делать, знаем, куда идти и так далее. А вот скажите, а баян, это вот можно его, этот образ рассмотреть вообще, как некий такой посланник культуры именно русской, национальной? Он же, ну, балалайку, может быть, еще можно, конечно, здесь было бы назвать, но в принципе. Баян connection people, правда, по-английски, грубо говоря, баян объединяет людей. Да, объединяет, да, и это инструмент, который родился у нас здесь в Самаре в 1797 году. Но гармония родилась раньше, а сам принцип звукоизвлечения родился еще в Китае в V веке до нашей эры. То есть сам принцип звукоизвлечения, вот этот язычок металлический, который под воздействием воздуха начинает издавать звук. Вот, поэтому, по сути, гармонь, гармоника как таковая, она ей гораздо больше лет, чем баяну. Баяну 120 с небольшим. Вот, это такой уже конструктив, который, которым пользуется уже весь мир, который был создан нашим Павлом Леонидовичем Чучуковым, нашим изобретателем, нашим мастером. Вот. Но поскольку гармоники были во всем мире, в разных местах мира возникали свои конструкции, свои инструменты потом они. Но в итоге образовался тот самый баян, который сейчас, на котором мы играем. Но гармоники остались. Поэтому в мире очень много вот этого, этой вот как раз гармоники, она действительно, она объединяет людей, очень много именно этот инструмент используется для танцев Аргентина, Франция, Балканы и так далее. То есть везде там баян, аккордеон, гармония, вот это все. Много используется этого инструмента в современной музыке академической, в эстрадной, в джазовой, в кино и так далее, и так далее. То есть мы его везде слышим, он везде звучит. И звуки баяна, они у нас всегда вызывают улыбку. Да, зажигательные звуки, потому что. Вы сказали в самом начале, что творчество это для вас, это творчество. А общественная работа это общественная работа. Да, поэтому, конечно, не могу не спросить вас о творческих планах, тем более, что еще и продюсерское ведь направление, оно, наверное, тоже продолжает развиваться и двигаться. Да. Получился очень хороший семейный спектакль. Мы сейчас его уже начинаем возить по Самарской области и не только по Самарской и вокруг, в ближайших регионах. И мы, кстати, собираемся делать новогодние елки на базе этого спектакля. Поэтому уже смотрите, приходите, скоро будут уже билетики на эту новогоднюю елку в ДКЖ, Дом культуры железнодорожников имени Пушкина. Там мы будем сначала, у нас будут детки с Дед Морозом, со Снегурочкой, и потом плавно будут все переходить, смотреть этот спектакль. То есть мы так его объединим. Вот, в планах еще мне очень понравилось делать мюзикл. То есть это не просто спектакль, это мюзикл. То есть он такой музыкальный, очень легкий. Про него можно посмотреть в интернете. И я собираюсь дальше, в общем, собственно, заниматься сочинением мюзиклов и их реализацией. И кино. Кино мне тоже понравилось, как мы сняли с нашей команды. У нас был замечательный режиссер Иван Шерстников из Севастополя, его брат Петр Шерстников. У меня друг Андрей Силаев со-продюсером явился, я тоже был продюсером и композитором. Про «Дорогу к дому» сейчас скажем. «Дорогу к дому» — шикарный фильм, на мой взгляд. Фильм, который ляжет на полке миломанов, киноманов, которые будут пересматривать этот фильм неоднократно. Но я думаю, что этот фильм ждет судьба практически так же, как фильм «Остров» с Мамуновым. Да? То есть не сразу массово все ренутся его смотреть, потому что он на самом деле располагает к размышлению. Он такой он, с послевкусием, да. Да, совершенно. Как хороший коньяк, хорошее вино такое дорогое и старое. Еще была информация, что вы проводите различные мастер-классы, то есть в разных регионах России. И такие, как модно сейчас говорить, тренинги, что ли. Это тоже одно из направлений патриотической работы с молодежью или это что-то другое? Это больше мотивирующая такая история. Просто я рассказываю о себе, о том, что есть какие-то достижения в моей жизни и почему эти достижения получились. Я сейчас тоже вашим зрителям скажу, это все очень просто. Есть только три составляющих, благодаря которым, собственно, каждый может достичь каких-то результатов. Во-первых, вам нужно научиться мечтать. Прямо вот размечтаться, чтобы вот до мурашей, чтобы вот прям вот мечта была неосущественная, на ваш взгляд. А вы умеете? Да, конечно, поэтому у меня, наверное, получается. Первое – это мечтать. То есть поставить себе какую-то цель, да. Мечтать, цель – это, по сути, одно и то же. Дальше двигаться к этой цели. То есть не сидеть на диване, а двигаться, то есть действовать. То есть делать какие-то действия для того, чтобы это все у вас реализовывалось. И третье, тоже главное, вот эти все три главных – это верить в то, что у вас это сборится. Вот у меня была… Главное еще вот все вот это вот делать и верить в то, что вот то, что вы запланировали, чтобы вот именно верить, что вот именно так это и будет. У меня была одна женщина на мастер-классе. И я говорю, у кого мечты сбылись? Она поднимает руку и говорит, у меня мечта сбылась. Я говорю, какая мечта? Она говорит, я очень сильно мечтала стать… А, очень сильно мечтала жить во дворце. Я говорю, ну что, сбылось? Она говорит, сбылось. Я с утра до ночи 24 на 7 живу во дворце, потому что я директор дворца культуры. Я говорю, это мечта… Бойте своих желаний. Так что мечтайте конкретнее, пожалуйста. Что вы хотите? Во дворце культуры жить директором? Или все-таки в своем собственном? А что вы хотите? Сложный вопрос каждый раз. Хочется счастья всем своим близким и родным, и здоровья. Наверное, и себе тоже. Вот, наверное, самое большое пожелание. Счастья человеческого счастья. Чтобы просто вот мы жили и каждую минуту благодарили Богу, что у нас эта минута есть. С близкими, с родными, с друзьями. Потому что, наверное, самый большой подарок в жизни – это сама жизнь. Сама жизнь. Мне кажется, вот это вот прекрасное завершение нашего сегодняшнего разговора – это пожелание Сергея всем нашим зрителям. Ну и от зрителей, соответственно, в обратную сторону вам. Благодарю вас за участие в программе. Увидимся в городе АЭС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АЭС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова